во франции на складе ядерных отходов произошел обвал там слава богу ядерных отходов не было я не понимаю как люди складируют ядерные отходы в каких-то там шахтах которые могут обвалиться представьте они туда завезли эти ядерные отходы произошел обвал то есть там вот все спрессовало под давлением что происходит ну происходит то же самое что происходит в ядерном реакторе только нельзя опустить или поднять стержень все кипеть кипеть пока не выкипит да и вот тут пассажиры москва-сочи сообщили о том что задымление было на борту самолета уральских авиалиний и в саратове интересная ситуация в энгельсе если быть точно вчера могут вам энгельс показывали там есть вот такой домик вот он этот домик построенный знаешь из цсп его в двенадцатом что ли году построили для сирот которые тянули жеребий что они нас будут получит квартиру то есть по закону они должны ее получить так вот они еще тянули жеребий причем не в обычном доме а вот в таком доме и вот произошел замечательный незамечательный я не знаю случай но в общем ребенок да уникальный на втором этаже ребенок прыгнул с диваном я не знаю как это рассказать я сейчас оборжусь просто и провалился вот на первый этаж ну слава богу с ребенком все в порядке а вот что не скажешь что не скажешь о доме то есть если бы это кто-то из моих друзей был который весит по 150 килограмм то я думаю дом посложился полностью вообще и вот сейчас решают кто там будет ремонтировать этот дом ставишь домик из цсп трехэтажный сделан как раз те же самые люди делали дома в ленске ну которые все поразвалились дома помнишь там я говорю я когда услышал про эти что делают дома из цсп для ленск а у меня был участок земли недорого я купил его и в общем-то я никогда на себя особых денег не тратил поэтому я решил дешевенький дом построить на этом участке для себя ну приехал к юри заигралу володинскому другану который занимался этим вопросом он на меня так дико посмотрел я не понял что он так дико смотрит но он дал своих инженеров которые выехали со мной на участок у меня проект был все и что-то они я говорю стоят мнутся жмутся в конце концов один решился подошел и говорит Вячеслав 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 может вы дом из чего-то другого построите я говорю а что он говорит ну все-таки эти же дома для тех кого не жалко и в общем потом немного интересного я узнал как в ленске мужик который налил ванну на втором этаже вместе с ванной пролетел на первый этаж такие вот шутинские дома правильные да так что для тех кого не жалко вот сейчас там провалился ребенок да ну слава богу я говорю не пострадал и при этом сообщают что Валерий Радаев удержал позиции губернаторов с высоким рейтингом вот этот вот вот мистер Бин удержал ну это вот просто обоссаться а тогда какие у кого низкие рейтинг они на кого похожи ну просто сплошной ржач сегодня какой-то вот причем сегодня новости абсолютно страшные не только не только плохие но еще и страшные даже а при этом вот смешно ну так мы вот так живем вот школьников ограничили в льготном проезде на общественном транспорте в России в Саранской области и при этом предложили написать письмо в будущее письмо в будущее выглядит так пишу вам из прошлого где все охуели знаешь вот по другому не скажешь тут просто вообще